Говорящие фамилии есть не только в Вандиге, о чем рассказывали в предыдущих выпусках, но в других поселениях при Печорье. Так Шальковы и Безумовы непременно родом из Великовисочного. Жители старинного села не без успеха изучают историю рода Безумовых, которые стояли у истоков поселения. В местном музее есть даже небольшая экспозиция, посвященная истории столь популярной фамилии. Безум, да, Безумов. Уже в Тверской области в 16 веке из рода Ногих Собакиных. Да, видите? Эта небольшая экспозиция музея села Великовисочная – одна из самых интересных. Здесь история происхождения фамилии Безумовых, самой распространенной в селе. Носители этой фамилии вместе с Детятевыми и Бараковыми упоминались еще в Пустозерской переписи 1564 года. Безумовы бежали из Пустозерска на берега Великой Виски в поисках неосвоенных земель при расколе русской церкви. Хранитель сельского музея Нина Николаевна проследила истоки фамилии и вычислила. Предки Безумовых, предположительно, Ноги и Собакины, родом из Твери, возможно, принадлежали правящей династии. Исследовательская работа продолжается. В этом помогают материалы двух музеев, из которых образовался сельский музей. Когда здание дома Володиных было реставрировано, отремонтировано в 2010 году, было принято решение все материалы школьного музея перенести в это здание. И сейчас у нас на втором этаже библиотека сельская, а внизу три комнаты под музей выделено. И к тому же, значит, свои материалы передал колхоз имени Ленина. Вот. Таким образом у нас организовался музей в доме Володина. От музея колхоза имени Ленина достались фотографии. В лучшие времена, когда организация была миллионером, в село приезжали фотографы. С тех времен остались десятки фотоальбомов с редкими кадрами. Жители села несут вещи с 40-х, 50-х годов. В одной из комнат даже восстановили сельский быт до военного времени. Все экспонаты трогать можно. Там мы проводим в основном с детьми мероприятия какие-то, ну, типа, такого краеведческого характера. Что-то рассказываем об истории села, значит, о его быте, различные вечеринки, ну, как бы праздники какие-то вот такие, ну, там, святки, колядки, вот все такое. Сегодня в распоряжении музея более 20 различных экспонатов плюс предметы вспомогательного фонда. Хранители истории с удовольствием принимают каждого посетителя и каждую вещь, по которой впоследствии подрастающее поколение будет изучать летопись поселения. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Любовь Пермякова, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова